друзья всем привет сегодня последний теплый день по прогнозам во всяком случае поэтому хотя осень в этом году как видите у нас не такая золотая как обычно бывает но она была сухая лето было тоже сухое поэтому деревья по большей части просто вянуты и осыпаются прямо зелеными вот такая она в основной своей массе жухлая и слегка унылая в этом году получилась осень а еще в этой местности существует традиционная подлянка в сентябре на пару-тройку ночей приходится сильные заморозки убивают растения томаты виноград табак некоторые цветы но есть и морозоустойчивые виды они продолжают радовать глаз вот единственный урожай яблок ни в какую не собирается падать совсем ничего не сказать об осени наверное было бы нечестным по отношению к ней тем более что осень я люблю не меньше чем весну такой демисезонный человек ну и давненько вам в ленту не кидала стихов это стихотворение написано пять лет назад но осень она всегда актуальна лето играет прощальные ноты саловушек трелью ворчаньем грачей жужжанием пчел закрывающих соты уже лягушачий хрустящий икотой подводит итоги сентябрь казначей уставшие яблони охнув свободно расправили плечи и вдруг в унисон имфилин исполнил свой ух благородный о том что всесильны законы природы и лето уходит как сказочный сон сели расселись ласточки нотки и ветер затих их игрой восхищен у речки рябящий от листьев щекотки уже рыбаками заброшены лодки жизнь стала короче на лето еще это стихотворение написано по мотивам вот этой моей фотографии в этом году почему-то ласточки не усевают провода и вообще что-то их как-то было немногочислено ну что ж дорогие мои друзья я поздравляю всех причастных к преподаванию с днем учителя желаю всем крепкого здоровья прекрасной мягкой зимы которая скоро наступит все всех люблю целую ваша потеева наташа желаю вам беру 火